Затопленному участку в Большой Шельне наконец попытались помочь. Напомню, ранее в программе Челны-24 мы рассказывали о проблеме, возникшей на улице Титова. Три года вода с Залесного проспекта льется на один из участков из-за неправильного водоотвода. На обращение собственника не реагировали ни в Тукаевском исполкоме, ни в предприятии Автодорог, которое ремонтировало проспект. После сюжета программы Челны-24 комиссия с участием представителей исполкома района, пада и подрядчика отправилась на место. Что из этого вышло, смотрите далее. Пока что участок Эдуарда Кожарина и территория рядом с ним приведены в порядок. По словам мужчины, накануне вода здесь достигала 10 сантиметров. Откачивали ее с помощью насоса, который привез один из местных жителей. А до этого, когда владелец соорудил дамбу для защиты от воды, ее позже прорвало, потоки устремились по улице к соседям, и проблема приобрела еще больший масштаб. Плюс все канализации тоже подключены с города сюда, и вот там через две улицы, когда был потоп, канализацию также через крышку прорвало, и канализационные все стоки текли вместе с этой водой. На комиссии с Тукаевским исполкомом накануне обсуждался вопрос строительства нового водоотвода. Но, как выяснилось, проложить его можно только через участок Эдуарда. А поскольку земля в частной собственности, сделать это предлагают на средства хозяина. Мужчина не согласен. Как нам сообщили в исполкоме Тукаевского района, сейчас ведется поиск инженерно-технических решений для отвода талых вод с данной местности. Ведь дело в том, что здесь находится зона охранных инженерных сетей, а также нефтепровод. Пока что найден временный выход – привести в порядок трубу, отводящую потоки с Залесного проспекта. А для этого пробить неработающий колодец у остановки переулок Наратулык вдоль улицы Нурмишарипова. Работы здесь ведутся с сегодняшнего утра. Однако, как нам стало известно, рабочие бросили свое дело, не завершив его. Причина в жалобе жителей ближайших к колодцу домов. Каким теперь будет выход из мокрого дела, придется решать Тукаевскому исполкому.